Музей в чемодане, музей в папке. Проекту «Музей в движении» около пяти лет. Идея проста. Экспонаты должны быть доступны максимальной аудитории, а не храниться в закрытой комнате на полке. Сейчас, когда идет специальная военная операция, особенно сложно эти предметы найти и показать. Благодаря сотрудникам школьных музеев в школе «Флагман» провели акцию «Отражение времени». Собрать, у кого какие экспонаты есть, присвоить им QR-коды, сделать аннотации и такую папку разослать по школьным музеям, вообще по школам, в помощь классным руководителям, педагогам дополнительного образования. Ну, а, конечно, помимо выставки, ведь у нас же и люди есть. Отец Валерии ушел на фронт добровольцам в октябре 2022 года. Это стало настоящим сюрпризом для близких. Но решение главы семьи они поддержали. Регулярно отправляют ГУМ помощь. Обмениваться новостями иногда удается лишь раз – в несколько месяцев. Рассказывают, да, там, как они окопы копают, как за продуктами ездят, там, с мирными жителями иногда пересекаются, там, их поддерживают, там. Ну, просто, говорит, ну, тяжело, но домой, конечно, хочется, но больше справедливости в мире охоты. В школу «Флагман» Валерия привезла небольшой документальный фильм. Смонтировала его из кадров, которые присылает отец. На самом деле хочется донести каждому человеку просто, насколько серьезно бывает война, что надо ценить, во-первых, родителей, неважно, какие у вас с ними отношения. У нас много было недопониманий с отцом, но я его люблю и буду любить, несмотря ни на что. После презентации школьных музеев и концертных номеров участники акции разделились по секциям. Кто-то рассказал о своей волонтерской деятельности, кто-то отправился изучать местную экспозицию. Но цель у всех была одна – узнать как можно больше о героизме участников спецоперации. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».